Портал Детали Главные новости Израиля и мира Главные новости 12 телеканала и также израильский сайт Детали Вооружение боеприпаса грузят на корабли в одном из портов Израиля Речь идет об оружейных складах, которые предназначены для снабжения американских войск на Ближнем Востоке Это лишний раз подчеркивает, что скорее всего скоро ожидается наступление украинских войск Мы беседуем сейчас с нашим коллегой, журналистом, военным журналистом, военным корреспондентом Сергеем Ауслендером Сергей, привет, добрый день Привет, Саша, всем привет Ну вопрос о передаче оружия, которое хранится в Израиле Несколько слов, расскажи, что это за оружие, что это за склады Это склады израильской армии, это склады американской армии, для чего они предназначены? Это американские склады на территории Израиля У американцев по миру есть несколько мест, где они хранят свои вооружения и боеприпасы Для того, чтобы упростить логистику в случае конфликта в этом регионе Подобные склады есть в Южной Корее, например, подобные склады есть в Израиле Это имущество американское Но союзники, которые позволили разместить это оружие у себя на территории, в данном случае Израиль и Южная Корея Та же имеют право ими воспользоваться по согласованию вот с штатами, естественно Такое было последний раз, если я сейчас ничего не путаю, в 2014 году во время операции Несокрушимая скала Когда наша артиллерия так довольно сильно подизрасходовала свой боекомплект И вот тогда американцы разрешили пополнить наши запасы из их стратегических запасов Это стратегические склады считаются, там хранится, вот если я опять же не ошибаюсь, миллион снарядов 155-го калибра и там различные другие вооружения Там в частности, например, есть госпиталь полевой, там на 200 коек, там еще чего-то Ну куча всякого имущества и оружия и боеприпасов И вот, учитывая, что очень сильно истощены склады в Европе Вот, то есть большая часть стран европейских передала свои боеприпасы в Украину Вот, и наступает такое опасное истощение складов Они, вот, американцы, начали выгребать свои стратегические запасы в том числе Ну я еще слышал, что среди этих запасов, если можно так выразиться, есть и целые эскадрильи истребителей Истребители-бомбардировщиков, которые тоже хранятся в Израиле Мало того, их обслуживают американские специалисты и дежурят американские пилоты То есть такой, знаете, авианосец на суше, который тоже находится на территории Израиля Вот, по поводу самолетов я, честно говоря, не знаю Я знаю, что у американцев есть несколько крупных авиабаз на Ближнем Востоке Вот, в Катаре, в частности, у них есть крупная авиабаза Вот, и зачем им хранить здесь самолеты, учитывая маленькую территорию И тот факт, что она простреливается вся насквозь ракетами, там вдоль и поперек Я вот, честно говоря, не знаю таких подробностей и не уверен, что это действительно соответствует действительности Тем более, что у них тут постоянно авианосцы болтаются там поблизости И, наверное, там просто нет необходимости Сергей, ну, судя по всему, речь идет действительно о подготовке к контрнаступлению То есть идет большая поставка техники В том числе вот уже пошли в бой Леопарды Кстати, вот я сегодня посмотрел как раз твой, на твоем канале На канале Сергея Васлендера посмотрел твою программу Где ты сравниваешь данные российского танка Российских танков и вот танков Леопард Очень интересно, но мы потом дадим ссылочку Кто интересуется этой тематикой, то посмотрите Там действительно все профессионально разложено А давай вернемся на Украину Значит, продолжаются сильные обстрелы То есть вот обстрел Умани, который, на мой взгляд, вообще первый раз был обстрел в Умани Да, я что-то такого не припомню Насколько я помню, да, чтобы так прилетело прямо в Умань, такого раньше не было Помнишь еще в прошлом году, когда в сентябре в очередной раз Когда там была Роша Шана и наши все эти религиозные деятели Как обычно поехали в Умань Их предупреждали, что осторожно, там война Они говорили, Умань защищена, на Умань ни разу ничего не падало Ну, видно, сила молитвы немножко ослабла в последнее время И на Умань стало падать тоже Но были удары и по Киеву, и по другим городам Скажи, чем ты объясняешь, что Киев практически не затронуло? Просто мало били или сильно защищались? Во-первых, там сейчас, я так понимаю, создана очень мощная группировка ПВО Над украинской столицей, потому что столица сама по себе является стратегическим объектом Будучи столицей Поэтому, ну плюс там куча всяких объектов Там и генеральный штаб, и органы власти И все, как бы, органы управления государством И понятное дело, что Киев защищен сейчас чрезвычайно плотно Зачем объяснять тот факт, что все крылатые ракеты и все дроны, которые были запущены именно по Киеву Все сбиты до единого То есть стопроцентное там поражение И надо отметить, что у россиян немного поменялась тактика Они перестали бить по крупным городам, которые защищены, ну вот не считая Киев А стали стрелять по городам поменьше Вот типа той же Умани, или вроде Павлограда, да, где группировки ПВО послабее Где ПВО поменьше установок, и, соответственно, есть вот вероятность прорыва крылатых ракет или дронов И вот были попадания и в Умани, это жуткое, да, разрушение многоэтажки с большим количеством погибших И в Павлограде было попадание Но я, во-первых, вынужден тебя прервать Я не могу удержаться и не выразить свое возмущение программами центральных каналов российских Где показали вот эти разрушенные дома в Умани И заявили, что это дома в Донецке, которые пострадали в результате обстрела украинцев То есть эти кадры обошли весь мир То есть вот, ну мы понимаем, что журналистов там уже не осталось Остались, так сказать, пропагандисты, которые готовы за деньги вообще на любую подлость Но если мы думали, что это дно, то, оказывается, постучали снизу Причем настолько сильно, очевидно, кувалдой стучали Ну, дна нет, как известно, во-первых Во-вторых, да, там никто уже как бы по этому поводу сильно не волнуется и не парится Давайте покажем вот эти кадры Они прекрасно знали, что они показывают Ну, конечно, знали, еще бы не знали Потому что, да, это уже обошло Это был осознанный акт, конечно Да, ну, я даже не знаю, как это комментировать, честно говоря Да и смысла нет никакого Пусть потом в Гааге это все комментируют Или в другом месте, где их всех судить будут, я надеюсь Но они потом скажут, а мы-то при чем? То есть нам сказали, мы же как бы вот Чего нам написали? Это со времен Нюрнбергского процесса и других процессов подобных Это уже не работает Так что вот пусть и не надеются Я надеюсь, что их всех будут судить в итоге Да Давай вернемся к возможному наступлению То есть по сообщению некоторых источников Пентагоне Американцы не очень сильно верят Что это наступление может принести какие-то реальные Серьезные результаты Но, с другой стороны, как знаешь, ситуация сложилась Что и не проводить этого наступления украинцы не могут Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что все вот эти заявления От западных политиков От западных чиновников От западных военных От украинских политиков, чиновников и военных От различного рода аналитиков, экспертов В диапазоне Они все призваны Служить одному делу Это хаотизация информационного пространства Создавать такую гигантскую завесу И помеху для того, чтобы забить Эфир И чтобы из него что-то такое Вот внятное и понятное Нельзя было вычленить Потому что Украина не может скрыть факт наступления Понятное дело Факт подготовки к нему В 21 веке на исходе его первой четверти Это невозможно Сейчас у каждого в руках там смартфон Каждый имеет доступ в интернет Там все фотоют, пересылают и так далее Все там каждый считает себя аналитиком, экспертом И все такое прочее И раз ты это предотвратить не можешь Значит, это нужно возглавить И поэтому, судя по всему В Украине выбрали вот такую стратегию Давайте будем заваливать эфир Всякими сообщениями В диапазоне от победных реляций Что мы сейчас победим До панических С тем, чтобы невозможно было Вычленить из этого что-то рациональное И невозможно было российскому командованию Или руководству Я не знаю, кто их там командует В итоге ответить на четыре вопроса Главное Это Когда Где Кто Что и как Вот То есть Не ответив на эти четыре вопроса Ты подготовиться к наступлению противника Не можешь А поскольку на тебя льется валом Вот этот вот Цунами этой информации То, соответственно Вот трудно вычленить Да, из нее Еще раз говорю Что-то полезное 30 апреля Да нет, середина мая Ну Вот точно раньше Конца мая не начнут А может быть летом Да давайте, наверное, в 2024 году А мы не подготовились А мы не готовы У нас не хватает снарядов У нас хватает снарядов Танки пришли в Украину И все вот это вот Вот оно вот Превращается в какой-то такой Кипящий, бурлящий котел И совершенно невозможно Вот Вот как бы Вот Понятие оценить Да Будет ли это наступление Не будет ли это Ну и так далее Но Как я это себе вижу Наступление будет в любом случае Но оно будет вот ровно тогда Когда заложный Главнокомандующий ВСУ И его ближайшее окружение Там Буквально несколько человек Поймут, что все переменные Вот сошлись в одну точку И вот сейчас Вот они сошлись в одну точку Плюс допустим Там пять дней Например Или недель И мы начинаем Где, когда, как Вот можешь меня даже не спрашивать Я реально не знаю Потому что Разумеется Никто это не знает Перед россиянами фронт Почти 1200 километров Или 1300 Да Если бы фронт был узкий Там допустим Ну 300 километров Окей Можно было бы Где-нибудь там В тылу держать Оперативный резерв Мобильный Да Который в случае чего Там прорыва мог бы Закрыть эту дыру Но когда у тебя Такой гигантский фронт От Херсона Там От Китбургской косы До аж Сватова Кременной границы С Белгородом То ты физически Не в состоянии Угадать Где это произойдет И дальше Вот вопрос Где украинское командование Решит наносить Основной удар Где вспомогательные удары И когда это все начнется Это вот Вот решат Несколько человек В кабинете Узов Ну кстати Я хочу сказать Что В подтверждение Твоих слов То есть Вот эта вот Деза Которая сейчас Льется Из всех Из всех утюгов Она приносит Определенные результаты Посмотри Вот сейчас Последние кадры Колоссальных пробок На выезд С Крыма Вот этот На Крымский мост Тут там стоят Часовые Многочасовые Пробки Но это еще Конечно Подхлестнула Вот серия взрывов Там на этом На нефтехранилищах Но народ С Крыма валит Все поняли Что вот Начнется Рано или поздно Начнется И вот эти вот Настроения Они судя по всему Распространяются Не только среди Так сказать Гражданских Но наверное В армию попадают Тоже Как ты думаешь Ну конечно Конечно Те кто на передовой Вообще в принципе Это понимают Не хуже других Что мы вот уже Там месяц Какой месяц Там уже Не знаю Год Полгода точно Бьемся лбом В этот бахмут Никак тут продвинуться Далеко не можем Вот А явно С той стороны Что-то готовится Плюс до них Докатываются Как у них тоже есть Телефоны Тоже есть доступ В интернет Там какой-никакой И все такое прочее Они тоже все это читают В пабликах там Российских Таких крупных И средних И мелких Тоже Да что же мы не готовимся Да они же вот Вот сейчас начнут А одни пишут Что да они не начнут Вот мы в Павлодаре Там разбомбили Значит В Павлограде Прошу прощения Разбомбили там Все значит Все резервы ВСУ Хотя к коню Понятно что никаких резервов Там не было Никто не будет держать Резервы в куче И склады Никаких там складов Нет в Украине Даже близко Все на колесах Поэтому да Это все очень Способствует Вот той самой Хаотизации И появлению Панических настроений Потому что человек Боится того Чего не знает Как известно Ну вот мы не знаем Мы знаем что оно будет А когда Где Откуда Как они пойдут На Крым они пойдут Или там на Донецк Они пойдут Мы этого всего не знаем Поэтому хорошо Тут по домашнему Конечно В Алуште Ну давай-ка мы Лучше Через мост Сейчас свалим Побыстром Куда В сторону Краснодара А там уже глядишь И разберемся Так что да Это все способствует Вот этому появлению Российских Как бы В российском Обществе Там В армии Каких-то таких Панических настроений Слухов И так далее Сергей В свете Последних событий Думаешь ли ты Что может быть Какое-то изменение В политике Израиля То есть Израиль Пока упорно держится Не поставляет оружие Украине Несмотря на то Что Россия Последнее время Проводит довольно Жесткую Антиизраильскую политику Мы помним Вот это обсуждение В ООН Которое произошло Да То есть все высказывания Так сказать Российских деятелей Как бы То есть Они усиленно Как бы Пытаются Испортить отношения Которые Как бы До сих пор Пока не испорчены Израиль Остается Как бы Одной из последних Стран Запада Которая не разорвала Отношения И Которые есть И авиационное сообщение И так далее Но все это пытаются Будет ли какое-то На твой взгляд Изменение Есть ли какие-то Вот Так сказать Сигналы Так сказать Типим Как говорят в Израиле Что Израиль немножко Все-таки Начнет поставлять Какое-то вооружение Ну я пока Таких сигналов Не вижу И это конечно Это очень сильно Наслаивается Наш вот этот Кризис Жуткий Совершенно Да В котором Вообще Непонятно Ни конца Ни края Ему нет И решение Какого-то Не просматривается То есть Прямо скажем Не до этого Вроде как Нашим Власть придержащим С другой С другой С другой стороны Я вот Всегда Говорил И повторяю И буду Это повторять Что Израиль Помогает Украине И поставляет Ей оружие Просто делается Это вот По условно Турецкой схеме Через третьи страны Втихаря Без публичности Даже наверное Обуславливая Вот эту Помощь Непубличностью Вот Я Мой любим Пример Это Кассетные Мины М9 М1 Знаменитые Для 120 Миллиметровых Минометов Кассетные Боеприпасы Отличная Штука Против пехоты Укрывшаяся В траншеях Их обо всю Использует ВСУ Никто В мире Их не Производил Кроме Израиля Вот Откуда Они там Взялись Непонятно Купили В военторге Наверное Потому что В игру Купив В военторге Там Танки Или Мины Можно Оказывается Прекрасно Играть И вдвоем И втроем И в четвером Поэтому Я вот Глубоко Убежден Что помощь Это есть И мы Видим Ее В виде Айсберга То есть Верхняя Часть Это Гуманитарная Помощь Там Система Раннего Оповещения Там Госпиталь Во Львове Что-то Вот В этом Роде А под Водой Скрывается Основная Масса Вот Эта Глыба Вся Которая Там Я полагаю Сильно Побольше Недаром Всякие Экспортные Лицензии Подписывают Куча Маленьких Частных Компаний Которые Много Чего Производят А мы Не знаем Есть ли У них Эти экспортные Лицензии Утверждены Они Или нет Просто Об этих Для Рафаэля Эльбита Объявили Громко Чтобы От нас Отстали Что мы Помогаем А на самом деле Там все это идет Просто идет Как мне это кажется Опять же Это мое мнение Идет так Очень тихо И не публично Потому что Вам шашечки Или ехать Вам оружие Или публичные Признания В любви Давайте лучше оружие Вот Как-то так Это все Ну вот кстати Раз ты заговорил Про Эльберт И про Рафаэль Прошло сообщение Что довели до ума Вот эту систему Противоракетную Лазерную систему Что вроде как Чуть ли не в 24-м году Первые батареи Будут поставлены На вооружение В связи с этим Ну я поясняю Что это Ну условно говоря Это как гиперболуид Инженера Гарина Если кто Читал в свое время Эту книгу Или смотрел фильм Да То есть вот Небольшая установка Которая Значит сжигает На своем пути все И она предназначена Прежде всего Против ракет И даже Против низколетящих Там минометных снарядов И всего Всего чего угодно Так вот Встает большой соблазн Попробовать испытать Эту систему В боевых условиях А именно На территории Украины Ну с одной С одной стороны Да С другой стороны У нас боевые условия Это вот они В сторону 50 километров Да До границы С сектором газа Например Поэтому у нас Своих боевых условий Девать некуда Потому что в Украину Да Ее нужно поставить Наладить Там не очень понятно Где ее использовать Какие типы Там используются Боеприпасы Близко к линии фронта Ее держать Это опасно Мало ли там чего В общем Я думаю Что вряд ли Прям экспериментальное оружие Туда будут поставлять Хотя вот Чем черт не шутит Почему бы вот те же шахеды Над Киевом Не сбивать Недорогостоящими Ракетами ПВО Типа НАСАМС Или даже С-300 А вот например Лазером их там Сжигать Почему нет Система рабочая оказалась Кстати В очередной раз Удивили весь мир Первая батарея Действительно Должна встать В 2024 году На вооружение Уже на вооружение Цахала Официально Не экспериментально Вот Всякие испытания Уже давным-давно Проведены И реально Она может Перехватывать Неуправляемые снаряды Минометные мины Что практически Считалось невозможным И беспилотники Различного рода И главное Ее достоинство В том Что у нее Очень низкое время Реакции В отличие от Железного купола И она сбивает Это все добро Прямо над сектором газа То есть Не надо даже Тревогу объявлять Вот И низкая стоимость Выстрела Имеется ввиду Не самой установки А выстрела По отношению К ракетам Железного купола Да Ну что ж Ждем И учитывая Что Война с Ираном Как это ни Грустно Все-таки приближается Надеемся Что успеют Эту систему Поставить На вооружение Сергей Услендер Военный корреспондент Спасибо большое Подписывайтесь На канал Сергея Услендера Там есть не только Про танки Есть еще много Интересного А наша программа Подошла к концу Всего доброго До свидания До свидания